так привет народ и мы продолжаем и мне кажется звук несколько громкий да поэтому я выйду вот теперь должно быть хорошо я просто знаю что меня было немножко не очень слышно как-то не знаю почему на самом деле вроде проверял звук на в первой серии было нормально потом как-то я стал решил послушать чисто из интереса и как-то громко игра громко я как-то не очень четко меня слышно было в любом случае сейчас должно быть нормально вперед нам чуть-чуть осталось буквально три уровня буквально вот чуть-чуть так пропускаем я тут на мне не хочу присмотреть уж говорил конечно не хочется пересмотреть больше хочется посмотреть пират в карибском море вот я даже сказал последние два фильма хочется что последние два действительно интересный так особо этих размораживать нам не нужную а я собранный статус статуи надо собрать вот еще есть у нас есть носорог который кстати на строге в курсе строги вы кстати на тебя то не вымерли все добавить по мне больше народов я вам еще в детстве показывали программы всякие там стесорогами и все такое сейчас уже все носорог нет так как там так готова будь свободен дочери евы так что это не могу вперед так пройти раз будь то свободен чем проблема собственно говоря странно что вперед и еле еле сейчас прохожу на самом деле а все еле еле как как то как то не очень получилось что черный уйди черный атакует меня атакует это путь к этой пусты черный чаще дуна гоняется люси ты где мне нужна арт поддержка звучит странно да мне нужна арт поддержка но сарок побежден все уже уйдите я не обиделся на вас не дают спеть за серьезно должен петь в таких условиях фух уж горячий воздух в основном в пасте он так может сжечь вообще королеву или злую колдунью позвал злую колдунью королевой уже плохой мальчик еще что то знаете так все равно повесить вот знаете нравится мне переключение с игры потому что вот мы ее только недавно начали а она уже идет к концу нравится мне такие короткие а то как то устал я от рпг который длятся там бог знает сколько часов хочется просто короткого такого развлечения повеселился и пришел к следующей игре ну хочется мне чего-то такого ребята нужно брать а то как то я немножко утомился играя в рпг не ну ведьмак не в счет ведьмак то ну божественная игра и там не совсем классическая рпг ведьмак ведьмак конечно да она имеет элементы классического рпг но это не классика ведьмак он больше я бы сказал линейный рпг ведьмак то то что и называют линейным рпг кстати а как мне пробить эту штуку так мне нужна моя сестричка где же моя сестричка находится я знаю что в начале миссии игры она была где-то здесь здесь где-то очень она была она не может подняться старше став себя выручит сам что меня все пропустили вперед без сестры ладно давай я тебя так быстренько дотащу до нужного место так так тушишь ступеньки такие скользкие вперед давай давай понимать поступненько нормально сейчас поднимемся почти остался чуть-чуть молодцы все круто ударилась не страшно это все ради науки какой штанг не знаю неважно ну как ну как ну что это все уже я я смог а я понял нужно обвалить пещеру в двух местах сейчас вот опоры мы вот мне интересно как же я как я вот вообще выживу кто-нибудь вообще думает о моем здоровье да по-моему это и выглядит очень опасно и никто даже не подумал о том что Евгений что-то как тут выживет да издеваются все помещение проветрено каким-то раком мы выжили кстати седлай волк давай седлай седлай вот и будешь драться с волками хоть меня бить просто меня постоянно нападают всякие вот эти темные сущности а вот у меня жизнь на сплэйшке легка хотя нет она легка на самом деле отчасти отчасти нет да комбинация всегда одна и тоже а и давай чувак просыпайся оттворяй мне врата в мордор а и 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 люси ты будешь что-то делать я понимаю что вот но поставить хотя бы сделать видим из того что помогаешь на искусственным интеллектом конечно твари не обделены ведь это как как открыть то все понятно делись застряли хотя может и нет я не просто не знаю что делать что делать это не значит остается значит не значит что делать обеев ух наконец-то давай малыш топой ножками хорошо я понял путь назад отрезан огненные стрелы я не заметил как меня как моё хп резко упало на 0 чёрт возьми кто-нибудь отманить эту твари я не успеваю для меня слишком быстро надо и подальше оттащить и и его чёрт возьми то я просто я еще не могу нажимать на правильные кнопки к нервничаю давай давай сейчас сейчас отманем снова что все получится минация цену путься круг чё ты не можешь крутиться где-нибудь еще чуть-чуть обязательно нужно крутиться там где вместо сказать задание фух готова не помогает но вот нужно усыть не нужно усыть не таким раком прорвались это чтобы надо поджечь что нужно что-то сделать на этом месте ну я пытаюсь что-то сделать но я не понимаю что вроде ну вроде enter зажал и все но не едет а понятно не успевая ладно выводим эту тварь и сейчас снова споем песенку все тварь как деньги на веб-мане выведен не нужно мне это мне уже чтоб ты пела как всегда всегда лажа мне явно нужно снова пытаться вывести эту тварюгу отсюда потом снова прийти в эту мать ее комнату и спеть давай давай выходи отсюда нравится мне употреблять эти слова меня не употребляет потому что у меня раздражение типа того нет чувак ты теперь видимо не выйдешь отсюда нет и проблем мне полностью понятно теперь надоеду будет там все время сидеть я так и боялся что сейчас подвинем эту штучку и он выходить потом не захочет не хочет уходить ну все место хватит готова кто мистер тунус как здорово мистер тунус мистер тунус ну что ж вроде все получилось мистер тунус фу была чутка тяжело но он чутка буб был сложнее раньше это это фигня справились справились что же осталось еще две что же дальше великая пиа то есть вот а это что было это приберут видят этот пример у меня сейчас будет великая посмотрим насколько нам будет сложнее еще как то не знаю увидим удар феникса понятно приобретать на фигурке запас стрел падение удар орла поздумаю запас стрел давать еще удар феникса даже не за счет удар орла и стрел я думаю нормально думаю уже должно хватить призывать нам к никому не надо совсем отпеток негодяев называть какую-либо подмогу давайте много битв властелине колец там тоже была большая драчка как-то помобильнее там было больше как я понимаю это в поле боя на всю миссию да что ж ладно так я и знал что я помню что эти фута если вы эти камни в круги превратились бы в каких-то помощников в финальный битв вот как я понимаю это произошло вот здесь все время нам придется просто отбивать атаки и не защищать никого от вениканов и всего такого пока я справляюсь так что видал видал посложнее сейчас сердечко уже не пропадать как я понимаю чем дальше тем враги будут сильнее я про обычный мальчик нас пока не волнует нас волнует вот эти парни поменьше нас проволнили в лесочке по одному еще осталось это так тема стала побольше это что стрельцы типа я не оценил масштаб поля боя честно и дети 4 стрельца это и как я понимаю это не лучше что это волков и этих ману пока не считаю настолько мелких ну ладно, бьем бить мы будем всех ну в принципе это весело я дал машину и с мечом у меня есть даже поддержку, если она мне будет надо пока что, критически, мы ждем я думаю, сэкономим у нас совсем уже сильные противники которые мы в будущем появятся не проворонил, а сейчас сдохнет так, все, лучники появились опустите меня, я не знаю, я чувствую, что они с этой стороны находятся а защищать меня кто-нибудь будет, ленивые крысы? дайте объединиться даже выстреть ни разу не могу из-за обилия этих тварей на дне, надо им как-то как-то побить хотя в большей части чтобы Сьюзан могла стрелять пока стрелять, на полности, ни малейшей нет у них всегда такой-то активный нет, вдвоем это, конечно, проще я не знаю, может, если у них будет поддержка потому что их бесконечное множество мы убили только одного чувака потому что они, вот эти парни, кстати, бывают они не дадут мне быстро быстро дают быстрее, быстрее, пока есть шансы последний, ты где, где последний Чухан прячется? искать надо явно не здесь смотри, сколько там их идет это все спрайты, конечно, все равно а, о, нашел последнего нашел последнего как всегда Питер, ты мне нужен перебей их но все-таки вдвоем, конечно, намного проще завидуют завидуют людям, которым мы тут вдвоем играем я, может, не сыграл вдвоем, но тут геймпад не подключается вдвоем на одной клавиатуре это издевательство но ТПС-2 навлекал дом вот, что геймпад вот, наконец-то нужно уничтожить тяжелую артиллерию а именно волков и кабанчиков и как по другому, конечно, называется в игре и есть в игре обед и 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 в игре все и или и мы хотели уст б Пора переключаться, пока меня не грохнули. Это способность активировать, чтобы он хп потеряет. Нужно сплать, вот это банан. И вверх. Так у вас ничего не будет. Биетард давай, обрабатывай ее. Ты слишком много. Вот из Питера вообще был непроходимый уровень. Это для хатфорщиков. Просто хочу перебежать, даже дальше у меня ничего не бывает. Просто сюда перебежать. Какого-то лучшего другого. А это у нас довольно активный матч, давайте его используем. Активный я имею ввиду, он двигается очень быстро. Понимаете, а че у меня? Да, один выстрел, куча потерянного хп. Снова деремся. Да, кстати, одного осталось. Да, давайте пока есть возможность. Полечимся и подожмем отбиваться. Тут теперь огромные рогачи пошли. Поддержка пока вызывать не хочу. Пока что не ждет особый герой. Рогачи-то когда выльхали? А то все хрюшек посылают. А где рогатые? О, рогатый пришел один. Герой. Он из основной армии. О, спасибо. Очень помогло. Я понимаю, что-то так дорого стоило атака фениксов. Очень понимаю. Ну а, в принципе, мы пока что и дальше управляемся по большей части. Слава богу, что у нас поддержка есть. В прямом случае, может, под конец там еще хаткорбить станет. Кто его знает. Хотя, я думаю, это одна из последних. Он должна, так сказать, самые сильные противники уже выше налить. Контрольная. Ну, видимо, да, я думаю. Продолжается бои с колоссами. Очень интересно. Знаете, сейчас я играю 4 часа дня. Довольно интересное время. 4 часа дня обычно. Там, где раньше жил, я чувствую себя сутом хреново. Потому что 4 часа дня прям апогеи. Ну, прям 4, чуть раньше. Апогей 2 часа дня был с жары. И просто апогей и того, когда у меня болела голова. Ужасный климат и всего остального. И не люблю южный климат, не понимаю, что его любят. У меня лично голова болит на ю, причем. Ужасно болит. Ну, не то, что болит, а именно плохо становится. Понимаете? Просто хреново. Не конкретно, знаете, какая-то боли или... Это дискомфорт. Просто ощущаешься так вот, как будто жизнь говной. И ты хочешь скорее убраться. Куда-нибудь в другое место. Вот так ты здесь все ощущаешь. А тут вообще комфортно. Холодно так. Я прик... Я прикольнул к амейтсам, кстати, говорю, что у вас с темой лето в России в месяц в году. Ну, я бы не сказал, что у вас лето в месяц в году. Мне кажется, это 2-3 месяца. Нет, 3, я бы сказал. По-моему, сейчас лето в мае начинается. Потому что посмотрите на майскую жару. В которой, по-моему, два года подряд появляется. Или один год, наверное, у тебя будет что-то. Но все равно майская жара уже, по-моему, с этим вот постоянно. Но частенько бывает и майская, и майская, и апрельская жара. Ненадолго включается, но... В принципе, я бы не сказал, что в России лето не лето. В России, как-то, не самое настоящее лето бывает. Это еще, знаете, в Западной России, может быть, не самое жара. Вот в Центральной России там вообще шок и трейдер. В той же, не знаю, в той же Самаре, там рядом с Самарой. Вообще там дикая жара. Отсадник даже, когда здесь холодно, там все отрицательные. Поэтому я бы сказал, что нет, лето в России очень даже такое. Знаете, как зима, может быть суровое. Суровое лето звучит... Телеподдержками потребуется. Суровое лето звучит странно, звучит странное самоочитание. Лето не может быть суровым. Лето обычно всегда ждут, оно приятное. Как-то, я не знаю, морозы лучше. Пусть от жары ты куда спрячешься, ребята? От жары. Да никуда. В морозильник ты не залезешь, он слишком маленький. К сожалению. Ну, побольше, а залезем туда сразу. У меня идея. Люся, где ты моя детка? Я сейчас такую тут устрою бучу. Вы все пожалеете. Объединиться не получается. Если мы объединиться, ничего сделать не получается. У меня супер удар использовать. Потому что объединиться нужно. Объединиться в такой, как здесь, так я понимаю. Все, критическая ситуация. Выждите тут все. У нас тут слишком мощный противенький. О, ну все. Фениксов мы больше не призовем. Или нет, не призовем. Еще работает. Я не помню. Я не помню. Мне казалось, у нас их только два. Видимо, не А4. Вроде закупал. Ладно. Тут уже прием. Противенький. Сейчас. Одну великанку. Идемки. Хорошо. Тут как-то кудше это зачесалось. В целом, неподходящий момент. Что бы вам рассказать, да? Особо и нечего. Ничего не происходит в моей жизни. Не. Потому что обычно я пытаюсь что-то рассказать. О, черт возьмем, что в моей жизни это происходило. Потому что меня убивают. Сейчас там винный рык. Ну, это новый великан. Сами заварим. Постану, что сейчас у нас получается валить великан. Там у нас в середине. В начале игры как-то мы больше странились. И, ну, не получалось у нас как-то с ними. Не ладилось. Сейчас сверху с великанами нормально все. Мы с тем великанами можем уже не драться. Потому что смысла не много. А вот с веприм еще чуть-чуть. Не веприм, а это рогатенький чувачок придется еще. Тесто помесить. Кстати, может и на лайф-канал заходить. Все такое. Просто, знаете, я сейчас пытаюсь душу вложить в этот Let's Quay. И что-то не вкладывается на ребята. Атака Орлов. У меня тут великан кто-нибудь убейся. Видимо, я понимаю, что она стоит дешевле. У меня такая смертельная. Интересно. Последняя волна или еще нет? В частности, в принципе, поддержка у нас есть. Просто боюсь ее звать. Мало ли там под конец будет кто-нибудь сверхмощный босс, на котором она поддержка будет нужна? С этим-то я могу справляться и руками. Или нет? Орлов. Орлов. Назовите атаку кентавров. Еще чутка осталось. Атаку кентавров у нас, к сожалению, была одна. Я, вот знаете, люблю всякие кафе. Просто не люблю ценники в этих кафе. Кафе это хорошо. Просто ты идешь в кафе и ты смотришь на ценнику и ужасаешь. Кафе за 60 рублей. Даже там глиссе бывает где-то в 120 стоит. Что это такое? В последнем глиссе, в котором я, кстати, принесли, было не то, что глиссе. Я не знаю. Это просто какой-то латте с очень маленьким кусочком мороженом. Настолько маленьким, что я даже не понял, где он. Знаете, глиссе это кофе с мороженым, который сейчас довольно популярный. Я его везде тут встречаю в кафе. Всяких когда хожу, то что я стал временами захаживать, Раньше не ходил, раньше все как-то дома. В кафе денег нет. Сейчас решил себя побаловать. В какой-то век последние. Гроши, зарплаты. Надо же куда-то, дети. Вот. Хожу там, пробую в всяких ресторанах что-то. Ну, недорого. На самом деле пытаюсь питаться там, не выбирать самые дорогие быты. Потому что, знаете, в любом ресторане можно поесть дешево, а можно просто просрать деньги. Главное, что выбирать. Потому что есть блюда, я бы сказал, примерно одинакового размера, скажем, за 500 рублей. И есть блюда того же, так сказать, размера за 200. Так что нужно быть осторожным. Ну нет, может я переверчу, но все равно. В принципе, вот можно, может быть за 1000 рублей, а может за 500. Смотря что есть будешь. Поел, кстати, лосося норвежского не старый. Попробую, потому что я, в принципе, люблю рыбу. Вот так-то. Ураинпройзер. Люблю-то, люблю я рыбу. И поел у тебя норвежского лосося. Пожалел, что я заказал, потому что стоит удовольствие 250 рублей. А вкус, ну, нормально. В принципе, вкусно, да. Претензий нет. Хорошо приготовлен. Но как-то не особо, не впечатлился я. Не впечатлился я лососем. Хотел что-то. Я думал, просто вкус будет какой-то особый. Охоложденный мне больше надо. Вот жареный, теплый лосось. Вообще теплая рыба, это не то. Я люблю больше такую холодненькую, охлажденную, копченую. В холодном копчении. Вот так. Такую рыбу я люблю. А увидимся мы, кстати, в следующей части. Это будет финальная часть. Белая колдунья. Как это сказать, гранд-финал. Когда Азануис опускается. И все выходят на сцену и делают харакири. Если вы в Японии смотрите спектакль, наверное. Про самураев. Так вот, увидимся в следующей части. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайк. И ждем в следующей серии, ребят. Уже скоро там. Замутим. Примутим. Да.